Всем привет, с вами Диктофон и сегодня мы поиграем в игру под названием Bloons TD-6. И в этой серии я хочу создать нового парагона. У нас вышло обновление наше долгожданное и добавили как раз таки парагона для Обезьяны Ниндзя. Я еще за него не играл, я его не создавал, не знаю что он из себя представляет, но он стоит 600 тысяч монет. Это очень дорого, это самая дорогая Обезьяна на данный момент, с ума с этим можно, поэтому будем стараться. У нас как раз таки тут хэллоуинское обновление, новый ивент, нового босса добавили, которые я обязательно постараюсь пройти, показать вам что да как. Также кстати тут магазин трофеев, появились новые лимитированные трофеи в честь ивента, поэтому если кто-то захочет, то покупайте поскорее. Я купил кстати некоторые, вот может быть как раз увидите сейчас. Новый образ на Сауду вышел, Сауду Викинг. Кстати красивый образ, может быть даже куплю его потом. А так нам еще добавили кстати новую карту. Хижина и как раз я наверное о ней попробую сейчас сыграть. Так, она такая довольно таки интересная, но я ее пока что не очень понимаю и знаете я бы как-нибудь вот так что ли наверное поставил или вот здесь вот знаете пока что лучше ее вот так вот бы поставил. Тут как раз у нее большая довольно таки зона видимости и она нам поможет. Точнее как поможет. У нас конечно немного будут проходить наверное в начале. Ну как наверно уже проходит. Но мы будем стараться накопить на Бенджамина, чтобы можно быстрее. Деньги у нас начали расти. Как будто знаете по ощущениям немного раунды переработали. Будто как-то посложнее немного стало. Что их больше стало идти в самом начале же. Или я без понятия чему это связано. Ну я как понял у нас сейчас уже хп даже на убывание пойдут. Что меня не очень такие радуют. Поэтому Бенджамин нам реально как можно быстрее нужен. Вот в конце этого раунда мы точно его уже купим. Потому что сейчас нам начислят деньги. И я надеюсь он как можно быстрее себе уровень поднимет и начнет нам уже хп в плюс давать. Так давайте я его куда-нибудь вот так вот спрячу что ли. Так хп то у нас. Точнее денег у нас сейчас не так много. Главное вот этот раунд пережить. У нас будет где-то 50 хп наверное. Ой еще летят. Может даже меньше будет. Ну да. Так что-то неприкольно. Так вот еще сейчас радиус тут увеличу. Еще вот этот бы очень быстрые выстрелы. Пригодились бы. Пипец. Как они проходят. Очень страшно. Вы понимаете нам одной монет не хватает. Ой понятно. Нет давайте заново. Давайте заново сейчас посмотрим сразу же. Не так уж и много потеряли. Но видимо надо лучше сразу же вкладываться. Я бы вообще его знаете тогда вот сюда поставил. И сделал бы вот так вот. С самого начала. Потому что тут довольно таки радиус так-то большой. Потому что они изгибистые. И проходят наверное даже больше чем вот здесь получается. Подратил я на него немного побольше денег. Ну и хп мы наверное поменьше будем тратить. Из-за того что он прокачаннее будет. Так. Но все равно они проходят. Блин как обидно. Ну будем смотреть. Будем смотреть и надеяться. Ну кстати. По-моему заметно лучше. Ну в любом случае конечно да. Я его тут прокачал посильнее. Но хотя бы у нас тут из хп дела обстоят получше. А то мы тогда что-то безмерно тратили их в каждом раунде. И очень даже много по количеству. И мы да. Кстати вот на восьмом раунде мы уже проиграли. А сейчас у нас все нормально. Так. Ну вот сейчас конечно немного пройдут. Но зато мы уже спокойно поставим Бенджамина. Тогда у нас конечно был уже на восьмом раунде. Но мы и денег не потратили. Так. Вот давайте вот как-нибудь так. Ну кстати. Теперь мы снова испытываем проблемы. Поэтому я бы сейчас быстренько накопил на Бзяну Ниндзя. В принципе мы уже скоро-то должны накопить. Осталось-то уже совсем немного. Его поставим. Как дополнительная помощь. Наши Бзян с дротиками. Будем копить на банановые фермы. Здесь конечно такая вот знаете карта небольшая. А очень заковыристая. Что не позволяет нам поставить прям большое количество ферм. Что даже очень жалко если честно. Так. Может быть я даже вот здесь вот поставлю. Хотя если честно я уже об этом пожалел. Я реально об этом уже пожалел. Поэтому. Поэтому. Как много говорю поэтому. Так что вот сейчас вот я поставлю банановую ферму. Она нам принесет немного денег. Я наверное все таки продам тебя. И переставлю его куда нибудь с самое начало. Потому что здесь он конечно помогает. Но сюда я наверное буду ставить банановую ферму. Потому что тут так вот довольно таки просторно. А просторного места на этой карте не так уж и много. О, вот сюда кстати помещаются. Так. Я же тебя ловил. Во. Так. Двайте денежки пожалуйста. Так. Ну ниндзя кстати вот задефал. Всего ему за это. Давайте вот сейчас его. Вот сюда поставим. Так. Все собираем. Все будем смотреть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то как-то они жестко полетели. Так быстренько на арбалет тогда сейчас. С арбалетом будет нам попроще. Вот. Немного вкачались. Нам бы конечно побыстрее на рынок накопить. Но это довольно таки трудно будет сделать. Но нам надо будет по максимуму все свободные места забивать всякими. Ну не всякими, а фермами. Даже вот здесь я наверное ставил этих влебусьеров на нижнюю линию. Которые приносили дополнительные деньги. Так как это будет очень полезно. Карта кстати, как по мне, довольно таки красивая. Мне очень нравится отражение луны в воде. Прям красиво сделано. Прикольно. Постарались. Так, я бы, вы знаете, что вот так бы сделал. Это тоже довольно таки нам поможет. И что-то мне не нравится. У нас хп-то опять все плохо. Так, давайте даже вот так вот вкачаю. Может быть это нам даст немного получше. Вот, нам надо быстрее строить следующий этот раунд. Ой, следующий уровень для Бенджамина. Тогда он нам будет приносить дополнительный хп. Так, все, готов к свинцовым шарам. И теперь будем спокойно уже это, попить на банановую ферму нашу. На рынок. На рынок. Чуть больше тысячи осталось. Давай, Бзинамакси, надежда на тебя. Так, все нормально. И первый рынок у нас есть. О! Точно, нам же рынок еще и жизни прибавляет. Вот это вот. В самый раз. Так, куда тут еще можно писать? Вот здесь, кстати, хорошо. Действительно, можно их поставить. О, здесь помещается. Так, о, вот здесь даже. И здесь есть. Хорошо. Так, давай тогда стараемся вот сюда поставить. И почти уже на второй рынок-то и мы накопили. Что не может не радовать, потому что деньги нам нужны сейчас очень сильно. Да как, в принципе, вы знаете, во всех моих последних испытаниях везде нужны деньги. Деньги вообще нужны всем и везде. Без разницы, играешь ли ты в Блумстеды или не играешь. Мне кажется, никто от них не откажется. Так. Пока что обезьяна-маг хорошо справляется, очень помогает. Так, давайте световую бомбу. И нам надо еще липкую бомбу прокачать. Чтобы она у нас справлялась с этими муалбами, которые пойдут через 3 раунда уже. Сейчас очень скоро. А хп восстанавливается. Вот это меня прямо сейчас больше всего радует. Потому что у нас проблемы с ней довольно-таки большие были. Так, все. Прокачаем липкую бомбу. И теперь опять банановая фирма. Наши любимые банановые фирмы. Так, ой, еще. Можно будет поставить. Ну, на третью тут уже навряд ли она влезет, конечно. Будем ставить все по максимуму. Как же я люблю, вы знаете, эту огненную стену. Мне кажется, это самое крутое, что есть у обезьяна-мага. Особенно на начальной стадии игры. Очень полезный навык. Так, давай тут сразу. О, ничего себе, как уехала. По нашей фирме проехалась. А тут как раз у нас место освободилось. Так. Сюда мы, конечно, будем вставить дополнительные наши фирмы банановые. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Опасно. Так, ладно. Вы проходите. Это пока ускорение уберу. Так, что, вот это прокачал? Не знаю, поможет ли это сильно нам или нет. Так, ладно. На всякий случай, вы знаете, чтобы было. Очень, на самом деле, только что испугался. Опасный раунд был. Слишком сильно затыклился на деньгах. Что он не заметил, что чуть не проиграл. Хотя потом нам на эту обезенную дротик, скорее всего, придется продать. Потому что она будет нам мешаться. Так. Я бы вот здесь вот поставил, чтобы снизу у нас кто-нибудь еще помещался. И мы могли его потом поставить. Во. Сейчас прям деньги хорошо столичи. И жизни быстро устанавливаются. Это вот прям для меня сейчас очень хорошая новость. Так. Не, кстати, нормально по рынкам. То есть у нас уже есть 6 рынков. Если так посмотреть, то можно сюда еще поставить. Сюда. Сюда. То есть мы еще минимум 4 можно спокойно поставить. И я думаю, как раз таки нам этого и будет достаточно. Чтобы спокойно нормально функционировать. А потом будем оставлять место, чтобы других обезьян ставить. Так. Опасно. Потому что давайте тут немного еще прокачаем ее. Обезьяну. Так. Что бы там тут сделать? Можем еще, кстати, одну обезьяну прокачать. И наверх ему сделать. Обезьяну ниндзя. Потому что нам все равно же потом как бы всех этих обезьян ставить. И на каждую линию прокачивать. А сейчас заранее поставим. Потому что у нас есть на это деньги. Так. Давайте я тогда тут вот скрытую эту поставлю. Для начала. Чтобы мы потом от нее отталкивались. О, да, кстати, у нас прям тут вот влезет. И можно будет эту бизян с дротиками не продавать. Чтобы она у нас тут дополнительно стояла и помогала. В этом плане здорово. Конечно же. Шару джитсу. Шару джитсу даже. Полезный, кстати, скилл. Хорошо нам сейчас начал помогать. Вот и все, наверное. Но пока что нам вот только этих первым впадь. Надо будет, конечно, их там закачивать. Некроманта я прокачал тоже. Чтобы у нас дополнительная была сила. Он будет хорошо помогать. Вообще, здесь, вы знаете, вот еще шпилькомет. Шпилькомет здесь вообще классно выглядит. Как будто для него и надо было. Вот это все создавали. Так. Давайте сейчас тогда копить на центральный рынок. Все. Первый центральный рынок есть. И он нам приносит по 91 монете. Монете. И это неплохо на самом деле. Потому что, если бы я вкачивал по верхней линии, нам бы приносило по 70 монет. А тут уж на 20 больше. И по мне это какая-то заметная разница. Единственное, что я не знаю. С таким же темпом нам деньги приходят. Или меньше. Если бы мы вкачивали на верхнюю линию. Во. Так. Ну, с этим облом мы должны справляться. Так. Да. Тоже проблем как таковых у нас не было. Пушку вы знаете. Надо бы тоже поставить. Как дополнительная сила. Навести бы на нее еще. Так. С переденгами у нас не должно быть прям каких-либо таких проблем. Точно. Я же вспомнил. Мы же можем в либустеров этих ставить. До бесконечности. Ну, как до бесконечности. Вот. Как минимум, очень много мы можем поставить. Так. Подождите. Я сейчас зачичью. Очень опасно выглядело. Мы 100% бы сейчас проиграли. Мне как посоветовали, что если есть такие проблемы, что ты не проходишь. То так делай. И у тебя откинется на последнем раунде. Ну, как видите. Вот. Мы тут еще живем. И что бы нам тогда тут поставить. Ой. Чтобы не было таких проблем. На самом деле, очень только что опасный момент был. И я еле как его проконтролировал. Я бы хотел вот так вот сделать. Полезный довольно-таки скил и навык сам по себе. Еще бы я хотел сделать вот так вот. Тоже очень полезно будет. Можно снайпера. Вот знаете, вот снайперов поставить. Мне он тоже так нравится. Вот тут я его, конечно, запрятал. Ага. И давайте тогда вот. Все, у нас теперь есть рикошечащая пуля. И проверим, как сейчас у нас здесь дела обстоять. Так, фух. С первой волной, я как понял, мы справились. А кто тут нам скажет вторая? Ой, со вторым этажем. Все. Теперь у нас дела обстоят получше. И это очень радует. Ну, на самом деле, опасно. Очень опасно только, что у нас все было. Так. Ну, вот обезьяна ААС вместе с обезьяна с дротиками, может, все добьет. Так, ну ничего, мы не боимся. Продолжаем идти. Я бы еще тут нам флипустеров быстренько понаставлял. Потому что сколько же от них мы потом денег сможем получить? Ой, как классно. Так еще и лургона не буду неплохой наносить. Извините. Так. Ну, в ближайшее время, мне кажется, нам их будет достаточно. Персональная надбавка. И я, как понял, тут идет бафы именно от центральных рынков. То есть, чем больше центральных рынков, тем, наверное, больше нам будет приходить денег. От всех этих персональных надбавок. Что тоже очень даже классно. Но денег нам тут надо действительно максимально получать. Потому что тут стоимость очень большая у этого парагона. Я до сих пор, естественно, немного в шоке от этого. От всей этой цены. Потому что она реально очень большая. Так. Еще плюс вот флипбустера, что... Мало того, что он деньги приносит. Так он еще и урон наносит нормальный. А причем у него радиус очень большой. Он сразу задевает с двух сторон. И у нас их очень много. Просто будут виноградные залпы такие. И причем они у нас и с камуфляжем справляются с линцом. Прям люблю их. Классные обезьяны. Классные обезьяны. Так. Персональная надбавка есть. Пока что со всеми справляемся. Не возникает прям каких-либо трудностей. Так. Еще прокачали. И денег они уже начали в нормальном приносить. И самая первая взяна флипустера уже принесла 10 тысяч. И лингвей. А, 5 тысяч. Я перегнула два раза. Ну, мечты, вы знаете, мечты у меня. Чтобы она уже нам 10 тысяч принесла. Ну, хоть что-то. Так. Ну, вот все у нас. Максимально, вы знаете, торговые судна. Так. Все. Скоро мы, кстати, уже 80 уровень пойдем. Раунд. Я не знаю, что я уровник так называю. Ну, как минимум, уже нам стало намного легче. И сейчас я бы начал продолжать копить на рынке. Потому что они же еще и бафают обезьян флипустеров. И от этого же прям здорово. То есть всем полезно. Все будут в плюсе от этого. Правда, знаете... Ой, ёп. Была бы еще возможность наблюдать, насколько мы в плюсе от этого будем. Только что было довольно-таки опасно. Но, мне кажется, здесь наши флипустеры как раз внесли большой вклад. Победу. Раунда. Думаю, что посмотрите, сколько залпов от них исходит. И урон, следовательно, тоже немаленький идет. Так, еще рынок прокачиваем. Жизни у нас уже 500. Что не может не радовать. Так, вы сгорите? Ой, я не понимаю. На самом деле, очень опасно. Так, давайте на всякий случай опять вернемся. На всякий случай опять вернемся. Потому что там очень много... Ну, с другой стороны, у нас как бы 450. Ну, даже 480. КП. И... Ну, так. У нас 16 тысяч. Можем тогда Супербезьяну поставить. Куда-нибудь вот сюда вообще. Прокачать ее вот так, как я люблю. Ну, ну, еще лазерные удары. Ну, и плазменные удары. Сейчас тут накопим. Бистрат накопится. И урон он будет наносить очень большой. Ну, и все. Да. Тогда вот теперь мы копим опять найти банановые фермы. Прокачка. Самое главное сейчас деньги, деньги. Ну, пару раундов нам осталось еще. В принципе, так прям вложиться. Потом мы уже в этих деньгах толком-то и думать не будем. Конечно, будем, кого я обманываю. Там еще столько надо накопить. Поэтому мы только о них и будем думать. Ближе все, наверное, время. Так. Справляемся пока нормально. Уже 79 раунд. Предпоследний раунд на этой карте. И как раз таки я же еще не проходил его до конца. И нам еще дополнительные деньги. Причем большие. Деньги нужны всем. Поэтому классно, что они добавляют новые карты. Ой, сколько денег. Ну, и с этим мы точно должны спокойно справляться. Не зря, потому что суперобезьяна. У нее радиус очень большой и при этом урон очень хороший. Так. Полученный денег 328 тысяч практически. Вы понимаете, это мы за 80 раундов получили так. Здорово. Продолжаем. Тут, кстати, появилась функция посмотреть карту. До этого я ее вообще не помню. На самом деле классно, что у нас появилась такая возможность, что мы, наверное, можем смотреть, кто у нас сколько пробил по итогу. И это классно. До этого такого не было. Мне как раз было это интересно. Посмотреть, как вообще это работает. И, кстати, бафы-то нормально идут. Потому что я помню, до этого объявленных липустера нам приносили по 900. А сейчас уже по 1000. То есть как раз тут еще на 10 больше. Ну все классно. Давайте торговую империю тут поставим. Чтобы еще больше нам денег она приносила. Блин, вот жалко. Можно было бы тут еще деревню поставить. Вот, слушайте. Может быть вот так вот можно будет. Сделать вот так. Что, попадает? Ну вот хотя бы 3 попадает. Это уже здорово. То есть мы можем взять вот так. И разместить новые. То есть даже 4 попало, как я понял. Так, давайте быстренько прокачивать. А вот здесь у нас, что он больше ничего не влезет. О, что-то было. Во. Вообще здорово. Еще бы. Давайте купим он быстренько. Одного бананового фермера. Вот. Теперь еще прикольно выглядит. Как бы нам его только поставить. Купить-то купить. Ой, купить-то купил. О, вот здесь вот можно. И все, теперь он будет еще и тут собирать. Ну и максимально крутые. Так, давайте прокачиваем нашу мастера-бомбо-метателя. Великий мастер-ниндзя тоже. Здорово был бы. Ой, ой, ой. Элитный снайпер. Зону шпилек там уже прокачиваем. Чтоб нам попроще было. И теперь мы можем начать, в принципе, дальше копить. Как минимум, хотя бы вот что-нибудь увидеть. Для начала что-нибудь бы нам увидеть вообще. Так. Во. 648 тысяч. Даже еще больше. Думаться тебе можно. Так. Ну почти мы 100 тысяч уже, кстати, даже накопили. О. С 90-ым раундом, кстати, мы справились. Я что-то совсем про него забыл. Потому что он, как по мне, очень даже опасный. Поэтому давайте я тут на всех чего-то так вот прокачаю. Чтобы у нас не возникало дополнительных трудностей. Так, вот мастер арбалета. Так. 100 тысяч есть. Так. 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 У нас тут у нас тут одного центрального рынка, оказывается, не было. Это я не заметил. Даже скилл, значит, вернал какую-то по случайности. Так. 4-ый раунд. Так. 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 Разница, на самом деле, очень большая. Так. Все используем. 250 тысяч уже накоплено. Практически половина есть. К сотому раунду мы, наверное, уже точно половину накопим. Да даже раньше, как мы же. Уже уже на следующем раунде у нас будет по 340 тысяч. И это здорово. Потому что не хочется, вы знаете, так долго вот ждать что-то. А побыстрее взять уже и накопить. Мы могли бы, конечно, еще сюда фигустеров поставить. Но как-то пока что не очень хочется, чтоб прям вся карта не была замусорена всем подряд. Идем. Главное, что мы справляемся. 360 тысяч. Ну, уже 390. Уже 400. Вот так бы постоянно деньги увеличивались. Это то, что было довольно таки опасно, как по мне. Но мы нормально справились. С фиолетовым молобом мы тоже должны справиться. Причем, кстати, спокойно. Не возникло у нас каких-либо трудностей. Он мгновенно обезьяна. И все, и мы продолжаем копить. 500 тысяч уже есть. Я навряд ли буду потом ставить еще дополнительных обезьян ниндзя, чтобы степень парагона увеличить. Надо бы хотя бы, знаете, обычно его увидеть. Это уже будет очень здорово. Перед созданием я, наверное, продам эту бзену с дротиками. Потому что у нас весь экран в этих критических ударах. И, как по мне, это довольно таки мешает. Только что опасно было, кстати. Поэтому я, наверное... Не, пока не буду. Так. Так. Можно тут фантома прокачать, чтобы он наносил больше урона. Так, подожди. Лучше выходим. Лучше за нам вернемся. Доверяй-напроверяй. Перестрахуемся. От этого хуже точно уж нам не станет. Вот фантом не прокачан. И я бы еще этот антишировик вкачал. зато теперь мы должны справляться намного лучше и намного легче как минимум они хотя бы нам какой-то угрозу уже не будет составлять и как вы можете заметить да действительно теперь мы намного проще со всем этим справились и буквально вот знаете еще у раунда 2 и мы опять накопим поэтому максимально у нас такой нету что мы все потеряли когда не накопим у нас еще столько возможностей будет на следующем раунде вот уже кстати действительно все у нас будет давайте я туда продаю этого это взял с дротиками от кого этот критический удар вылетает теперь я к этому не был готов или это от супер обезьяны так вам давать тогда вот этот номер на включаю или какую он давайте вот это попробую вознесенная тень так супер обезьяна да этот супер обезьяны и чё теперь как у нее с уроном все будет посмотреть как радиус увеличился очень прям так сильно как у нас и руки нами стреляют очень здорово и очень большой урон она еще их стопит это же она стопит офигеть ну кстати у нас опять уже 300 тысяч есть урон невероятный что-то значит то есть что она будет прям на них агрится первую очередь если это так то это прям здорово мы сейчас смотрю мне понравится давайте я пока ты по продаю все вот это нам и без этого и сейчас будет хорошо всю жизнь и хотя бы на картинка не будет мешать вот оставьте намного лучше может быть даже эту банановую фирму продам местами только объем деревне до наших флигустеров наверно так и сделаю зато обезьяна ниндзя посмотрите уже как урон здорово но пока что вообще не дает ничего и никому пройти для меня больше знаете будет показательный уровень это когда пойдут фиолетовые как она будет с ними справляться так это большая разница ну конечно степень прогуна у нас всего 4 это не так много не обсказывать вообще немного это хоть что-то и даже с такой степенью она может что дать чем она еще быстро стреляет но это прям круто прям здорово знаете против босса например использовать этот парагон это будет самое то как по мне то есть наверно этих парагонов и создают чтобы помогать против боссов сражаться так как они наносят очень большой урон но правда единственное что когда ты против босса идешь очень тяжело накопить такие большие деньги но в любом случае мне кажется это очень важно это очень нужно и вот кстати давай сейчас посмотрим как по урону и кстати очень хорошо она наносит ему урон про максимально быстро и даже до сих пор она наносит эти липкие бомбы или они очень много урона идут даже обезьяна ас все таки не сравнится никак сколько 5 миллионов уже от миллионов за пару раундов накопилось а если бы степень было бы больше это вообще так давайте я даже ты по на бомбометатель на шпильками он нельзя ну а вот еще вот это вот все продам и вот посмотрим как у нас тут будет жить если только один этот парагон будет еще этот снайпер замаскировался него конечно сначала сам так поставил у нас про то все очень даже хорошо так и теперь вот карта абсолютно пустая то есть нет ничего прям такого с этим важно ничего не бафать поэтому деревню можно продать единственное я бы узнаете на носить случае бы тут поставил и вот так чтобы было на сексу сейчас какая-то защита а пока то я взял не нельзя знаете я даю вообще нормально она всех просто шота ведь очень здорово на самом деле я так ждал новых парагонов этого вообще так давно не что-то не выпускали нового и я почему-то надеюсь что будет два парагона как предыдущему обновлению но один это уже здорово причем такой сильный и я кстати думал что они пойдут дальше по порядку то есть сначала добавили один тротиком потом один с двумерангами тут он должен быть типовом выметать или шпилька мед и потом вот так у дальше вот идти а у нас сразу же объем с дротиками объем с двумерангами идет один и нельзя неожиданно но но приятно на самом деле что теперь у нас то есть такой парагон причем с таким урвоном уже практически 9 миллионов урона и мне интересно действительно ли так степень парагона влияет на урон вообще в этом плане и мы кстати можем попробовать на сейчас очень много денег накопилось с одной только объеме деревню можем попробовать создать парагона с этими как он с бумерангами и еще вот таких вот на прокачивать всяких посмотреть сильно ли увеличится дополнительная степень это просто в разные знаете вот тут пока будем ставить пока у нас там все прокачивается всех уничтожает наш обезьяна ниндзя но вообще она никого не щадит и тут кстати у нас сейчас вот реально находится очень много объем с бумерангами они тоже будет большой урон наносить если до нее дойдет когда-нибудь пока я тут всех ставлю прокачиваю денег мне не жалко потому что нам главное чтобы было 432 тысячи а мы навряд ли так много денег потратим то есть это минимум 600 тысяч нам надо потратить на все это то ставим ставим тут сумма с тем можно конечно от всего этого от монотонной этой работы но в любом случае вот у нас уже сто тридцать третий раунд и пока проблем вообще не чувствуется узнаете вот с одной вот обезьяной парагона и спокойно все это классно хорошо что она знаете вот и с камуфляжем справляется и из как это со свинцовыми шарами она должна справляться своими взрывами всякими и тем более мне кажется парагоны могут совсем справиться хотя все может быть на самом деле если будет какой-нибудь огненный парагон он может быть не будет справляться с фиолетовыми шарами что я так много одинаковых поставил нечаянно причем сколько вы я бы сейчас не тратил денег подряд они ведь толком то и не тратится с примерно миллион то и остается так тем временем как раз слежу на начать взял ниндзя плана крутой урон наносит так сколько же я уже поставил этих обзян двумерангами но можем пока себе это позволить особенно по деньгам как мы накопили самое сложное даем и понятно самое сложное это начать копить потому что потом деньги будут лица рекой очень сильно и очень здорово так а тут что-то ничего не ставится хотя на самом деле место тут кого-то много как по мне тут что-то было вовсе это я уже из принципов вы знаете из принципов оставил хотя как бы не обязательно это там уж кто-то доставить вот еще делаем а кстати вот с укрепленным справится ли он 17 миллионов урвана уже так ну тут еще наши эти помогают теперь вы получите может быть он один бы и не так справился то уж тут еще их очень много и вот все ну если увеличить степень пара года то наверное он бы совсем бы справился еще было бы вообще в порядке хотя я вообще если честно надо будет погуглить и посмотреть вообще на что зависит это степень парагона ну что как то вот смотрю иногда у меня у меня даже однажды был была обзян с бумерангами который я решил возвысить до степени парагона и я не ни одной обезьяны больше не ставил все только три обзян с бумерангами поставил и у меня у нее был была степень 73 это мой рекорд был и я не знаю почему так много набралось с учетом того что как бы больше ничего не было и ничего не вкладывалось может быть это из-за того что они урона очень много нанесли или вот еще что-то факторов на самом деле очень много и непонятно что является настоящей причиной такого вот всего хотя на самом деле было бы очень интересно узнать как создать такого прям крутого парагона может быть мы его сейчас создадим мне бы очень этого хотелось 143 раунд а мы прям вообще нормально справляемся тем более этот но обзор вообще куда-то идет ты еще не видит сколько нас там джен с бумерангами стоят и ценности можно так вот кстати давайте вот собственно не оставил и попробуем прокачать уже с у него число там было одни шестерки вот этот больше всех урон нанес и строится можно его получить так 30 вот вы понимаете на самом деле мы столько потратили а всего 30 и я не знаю как это работает столь где на нельзя уже почти 24 миллиона места блин так обидно если честно так долго все это ставил так долго проверял а по итогу то всего 30 ну будем смотреть ну в итоге все равно объем с бумерангами так молодец все круто но если смотреть объем на ниндзи или объем с бумерангами не взял на ниндзя сейчас прям очень нравится он такой классный у него еще какие-то лепестки сахара что ли летают прям здорово выглядит очень интересно а урон то какой безумный ты ему прям позволяет самому совсем справляться только по моему когда я бы только создавал я что-то не очень даже замечал эти лепестки сахара ну что они только сейчас у него появились если это так то это конечно прикольно но странно будет если это я просто вначале проглядел так наш господин в лес помог добить в любом случае у нас у третья вечных шипов накопилось не удивлюсь кстати если мы вот с этими парагонами сможем так далеко еще пойти хотя естественно без понятия можно попробовать дойти до 160 раунда что ли и потом уже все это завершать потому что мы посмотрели какой он крутой крутой он реально очень прям здорово в этом плане и будем проверять даже тридцать один миллион нанес он причем довольно таки быстро потому что я же его недавно только поставил ну как это на 100 ближе к 110 раунду я его поставил и потом когда всех убрал он может спокойно один там все стоять один с бумеранга 138 тысяч неплохо на самом деле а бензин почти 100 тысяч монет нам принес буквально поэтому вот наверное сейчас будем уже заканчивать в этом плане я уже посмотрел то что я как бы хотел скажу давайте ну прям нарочно проиграем продадим просто всех вечные шипы у нас тут не такие уж и вечные как вы видите эх как жалко так объединенная звезда это конечно же наш парагон башня размещена 100 ровно ничего себе вот единственное что я бы еще сейчас хотел проверить это попробовать создать песочницу и как раз таки там поставить самого обычного парагона и потом попробовать прокачать очень много самых этих дополнительных и проверить есть ли разница между степенями парагонов так вот так вот вот так вот а тут чё в песочнице парагонов нельзя создавать а как это странно ну да ладно я на самом деле не знал и не пробовал или чё по моему должно ну по моему можно ну да ладно мы пытались мы посмотрели в любом случае мой вирогик в том что объединенная нитья это очень крутой парагон очень сильный советую вам точно за него попробовать и он будет очень помогать на битве с боссами а на этом я наверное буду заканчивать серию я надеюсь оно вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии а с вами был Диктофон всем удачи и всем пока пока